Пули с ядерным зарядом Самый опасный советский проект Сенсационная информация об успешном проведении СССР испытаний миниатюрных атомных боезарядов для стрелкового оружия впервые стала известной только после распада великого государства. Она поставила ряд вопросов, на которые до сих пор специалисты не могут дать однозначных ответов. Конец 50-х. Начало 70-х годов прошлого века было временем беспрецедентной гонки вооружений, когда две самые мощные страны мира СССР и США усиленно готовились к прямому противостоянию и вели разработку самого необычного оружия. Достоверно известно, что руководство Советского Союза, значительно уступавшего американцам по количеству ракет-носителей ядерных боезарядов и самих боеголовок, решило сделать ставку на создание тактического ядерного оружия. Наши ученые спроектировали атомные боеголовки для гаубичных орудий большого калибра и для самоходного 240-мм миномета «Тюльпан», известие о которых моментально охладило пыл военных ястребов Запада. Многие эксперты соглашаются с тем, что наличие тактического ядерного оружия, перемещение которого было практически невозможно отследить, стало одним из аргументов, заставивших США пересмотреть свою концепцию противостояния с СССР, но до последнего времени было практически ничего неизвестно еще об одном уникальном проекте советских конструкторов, реализация которого была приостановлена исключительно из-за высокой дороговизны производства. В середине 1960-х годов отечественные конструкторы представили государственные комиссии проекта миниатюрных ядерных боезарядов, которые устанавливались в патроны калибра 14,3 и 12,7 мм и подходили для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и специальных снайперских винтовок. При попадании такой пули в башню тяжелого танка происходил выброс большого количества тепловой энергии, а металл в очаге поражения просто испарялся. Температура поднималась до такой степени, что гусеницы и башни сваривались с корпусом намертво, а танковый боезаряд детонировал, не оставляя ничего живого в радиусе нескольких метров. Попадание атомной пули в кирпичную кладку вызывало испарение до одного кубического метра железобетона или другого строительного материала. Обычно для того, чтобы вызвать полное разрушение здания, требовалось произвести всего лишь три точных выстрела в район его фундамента. Узнавшие о существовании такого оружия американцы назвали это простой уткой, поскольку для начала цепной реакции требуется собрать вместе критическую массу плутония-239 или урана-235, которая равняется приблизительно одному килограмму. Это достаточно просто сделать для артиллерийских снарядов и мин, но не для стрелковых боеприпасов. Однако эксперты Пентагона не учли находчивость советских конструкторов, предложивших использовать для производства пуль трансурановый химический элемент Калифорнии-252, критическая масса которого составляет 1,8 грамма. Главной сложностью было получение этого элемента, для чего требовалось использование ядерного реактора или проведение регулярных ядерных взрывов. По одной из версий, именно из-за необходимости получения Калифорнии-252 в середине 1960-х годов на Семипалатинском полигоне проводились регулярные ядерные испытания. Атомные пули СССР представляли собой ядерный боезаряд, выполненный в виде гантели, и покрывались защитной оболочкой. При столкновении с препятствием обе части соприкасались друг с другом, создавая превышение критической массы Калифорнии-252. Начиналась цепная реакция распада, и происходил миниатюрный ядерный взрыв с высвобождением огромного количества энергии. Успех проекта позволил разработать специальные боеприпасы калибра 7,62 мм для ручного пулемета Калашникова, но из-за распространяемой радиации не рекомендовалось использовать такие патроны для реальной стрельбы из автомата АКМ. Главным недостатком ядерных пуль стала высокая стоимость их производства, а также сложности с хранением и использованием. Калифорний постоянно выделял тепло, и патроны с ним требовалось хранить в специальных переносных холодильниках, а использовать не позже, чем через полчаса после зарядки оружия. Но для оборонки невозможного нет. Специально была создана холодильная установка весом 110 кг с жидким аммиаком, поддерживавшая температуру минус 15 градусов. Патроны хранились в специальных медных пластинах толщиной 15 см с гнездами для 30 патронов. Если патрон находился на открытом воздухе более одного часа, то его уже нельзя было вернуть в холодильник, а требовалось уничтожить. В то же время холодильник потреблял до 200 Вт электроэнергии и для его перевозки требовался специальный транспорт. Аккумуляторы в те годы были очень тяжелыми и малоемкими, что делало использование атомных патронов дорогим и неудобным. Еще одной проблемой стала обычная вода. При попадании пули в водоем не происходило столкновения частей и детонации ядерного заряда, а значит пуля оставалась цельной и вполне могла попасть в руки иностранных разведслужб. Разработка очень перспективного проекта была в прямом смысле этого слова заморожена лично Леонидом Брежневым в самом начале 1980-х годов. Страна отказалась тогда от целого ряда военных проектов, которые были признаны второстепенными, а высвободившиеся средства были перенаправлены на развитие систем ракетных вооружений, включая до сих пор приводящую в трепет западных политиков межконтинентальную баллистическую ракету СС-20 «Сатана». В настоящее время небольшое количество специальных патронов с ядерными боеголовками хранится на особо засекреченных военных складах, расположенных в труднодоступной местности Урала и Сибири. В любой момент эти патроны могут быть использованы российскими снайперами для проведения спецопераций по уничтожению максимально защищенных бетоном и броней командных пунктов противника, а также его бронетанковых групп. Современные технологии позволяют восстановить производство подобных боеприпасов в течение нескольких лет.